привет 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 давайте ребят подключайтесь потому что эфир будет интересно не долгим но интересно ари привет малышка привет привет ты разобралась бородиной вот как раз вот как раз тема эфира будет называется 300 тысяч оля привет 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 всем привет о чем эфир эфир называется бородина и 300 тысяч здравствуйте красотка спасибо большая чизо чизо ч приветствую тебя привет чечни когда аукцион аукцион какой вещей каких а мы их точно больше скоро наверно подождите ребят она предложила тебе сто процентов нет 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 ребят там не мне она предложила ям торса сгущенка я жду новостей ари нифига ты по-моему на диете должна быть ты к лету готовишься или нет как дела нормально нормально практически сейчас расскажу как у меня дела ну что значит ребят как вы все помните но и было написано заявление на ксению бородину о том что она меня оклеветала публично на 60 миллионную аудиторию значит в меня вызывал участковый как вы помните показания он с меня не взял как вы также помните назначил мне другой день для дачи показаний когда наступил тот день когда я должна была приехать для дачи показания он оказался вдруг выходным выходной у человека он решил что не нужны наверное ему показания он без них справится что в принципе так и вышло он тянул время он переназначал мне встречи вчера я ему позвонила так же мы договорились с ним сегодня встретиться чтобы дать показания ему давай пояснения точнее и сейчас когда я позвонила решила договориться во сколько я к нему приеду он как-то себя повел очень странно неоднозначно я как бы подозревала что могут может что-то пойти не так мне кажется ксения заплатила ему вы сейчас правы вы сейчас правы абсолютно мы сейчас к этому подойдем когда я поняла что что-то не так что тянут время что с меня не берут показаний пояснения что он постоянно переносит встречи я обратилась за помощью к квалифицированному специалисту к адвокату с большой практикой вот и бы мы начали действовать сейчас набрав мой адвокат набрав участкового участковый заявил о том что про письмо какое письмо которое они хотят отправлять а да значит по закону по закону у меня должны были вызвать на дачу пояснения официально по повестке он этого не делал при том что я его просила и просила вот сейчас в данный момент вот перед вашим перед тем как выйти в эфире я ему также позвонила договориться о встрече чтобы мне он на эту встречу прислал повестку чтобы это было официально в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом но он говорит перезвони через пять минут я тебе дам ответ привезу и дам я тебе повестку или нет но это тоже как бы было странно после чего я позвонила своему адвокату мой адвокат связался с участковым и адвокат ему напрямую спросила по поводу отказного и тогда он признался что есть уже отказное постановление но очень странно как человек может вынести отказное постановление не взяв с меня пояснения то есть получается чисто теоретически что ему заплатили все он решил это дело без меня он без показаний без пояснений без каких либо без какого либо след суда и следствия он вынес значит отказной что говорит о том значит он получил взятку как мне кажется потому что но не не складывается так будет суд или нет не вот так что ксения анатольевна то что вы там скорее всего заплатили участковому то я вам сразу скажу вам придется потратиться еще еще и еще на этом я не остановлюсь завтра я забираю это постановление и я иду на прием прокурору непосредственно с жалобой с этим отказным постановлением со своими пояснениями в письменном виде и будем продолжать дело вот пока так так ребят есть какие то вопросы давайте я вам отвечу на них так надоело своим судом забей уже ну знаете если вы обычный человек и вы позволяете себя унижать оскорблять и вы с этим живете потому что у вас нет возможности оправдать себя как-то опорочить вернее как-то выстоять свою честь отбелить себя ну это ваш право да как бы я буду отстаивать свою честь я буду бороться за свою честь правильно иди до конца спасибо олеся не говори куда куда будешь ходить чтобы они не были информированы слушай рая делают прокуратура это ну как бы уровень да и то что они будут информированы о том что я пойду к прокурору ну пусть они будут они однозначно будут потом об этом даже если я сейчас не скажу об этом то потом их вызовет прокурор они все равно узнают об этом какие ты планируешь дальнейшие действия после суда ну суд вынесет решение поэтому тут наверное не действие тут надо сначала довести до суда потому что как мы видим сейчас идет бородина работает даже на отдыхе да бородина работает даже на отдыхе все видно и показательно о том что они проплачены сейчас эта история нахваталась и понтуешься бородина ржет на тобой безусловно потому что у бородина есть деньги но пусть она смеется мы посмеемся чуть позже да наверное придет и мое время когда буду смеяться я ты хочешь деньги с нее взять нет я не хочу с нее взять деньги я хочу правосудие я хочу чтобы она публично извинилась и я хочу показать вам ребята что за оскорбление свой адрес за клевету неважность такого уровня человека какое у него положение если у него деньги или нет но человека нужно за это наказывать потому что мы все люди и я думаю не каждому приятно да когда его так оскорблят ты уверена что сможешь выиграть дело ведь у нее деньги есть и она сможет откупиться но ей придется тогда очень очень кстати да вам я согласна сестру откупиться через государство мне кажется это самое страшное потому что через сударкина деньги точно не даст это будет ниже ее достоинства и мы это все прекрасно понимаем и мы у нее не требуем денег мы требуем публичных извинений чего она тоже не сделает она будет тратиться миллионы будет тратить на это только для того чтобы не извиниться вообще ну людям понимаешь вот когда они хотели от меня дождали от меня жаждали наказание это было нормально они значит упрекали о том что я наташу плачу деньги а то что бородина платит государству деньги я заплатила потерпевшей так что сама попросила у тебя этих денег это вообще ну давай да это уже да то что она попросила это одно а то держи за тебя кулачки спасибо большое а то что я заплатила потерпевшему человеку да а то что ксения платит государству мне кажется что для вас для жителей этой страны должно быть стрёмно то есть когда у вас произойдет какая-либо ситуация не дай бог ребят ни на кого не надеетесь ни на кого не надеетесь потому что придет такая же ксения акимовна и заплатит деньги и что вы тогда будете делать вопрос в шлюхах будете сидеть девчонки бородина даже платить не будет и у нее есть связи бесплатно за кого дело нет такого нет сейчас бесплатно ты не купишь даже пачку спичек вообще никогда до нашей эры когда золото на рис меня бесплатно связи не связи даже по связям а когда по связям там тоже цены заламывать не маленькие ребят поверьте мне а кто за кадром за кадром моя сестра сестра умница правильно говорит такое правосудие эти делать и девушку избила на проекте я тоже за справедливость давай тебе лицо разобьем слушайте я избила девушку я это признала и я заплатила не государству я заплатила девушки которую я избила потому что она попросила она мне говорит мне нужны деньги дай мне денег я дело закрою все я заплатила человеку которому я нанесла какой-либо вред я исплатила и все вопрос решен у него муж серьезные в каком плане серьезную я тоже серьезно я тоже серьезно и что если вот хорошо а если президент кого-то убьет вы будете считать что президент прав он же президент так переведите уже тему блять ты достала с этим судом юлечка вы можете выйти отсюда ты можешь выйти причем 300 тысяч при том что я знаю немножко расценки и примерно мы понимаем что заплатить участковому это 300 тысяч когда я пойду в райотделе конкретно конкретно да в райотделе обручевский райотдел вот это предположение однозначно ну как бы факт остается фактом что без каких-либо пояснений вообще просто ничего вообще ничего нет в деле абсолютно ничего они сделали отказную на непонятном основании ты правосудия все правильно говоришь но прекрати на дом 2 на доме 2 пиарится смешно уже за периметром ты ноль я сейчас не пиарю за счет дома 2 я сейчас отстаиваю свою честь сейчас дом 2 вообще мною не было употреблено этого слова дом 2 это вы меня к нему приплюсовывать это вы меня к нему приплюсовывать и поэтому ребята каждый видит то что он хочет видеть если вы видите это то мне вас очень жаль а алена продала отношения с ябой за три за три ляма опять дом 2 оль подскажи чем занимаешься за проектом кроме судов я не могу пока вам рассказать этого потому что не хочу говорить воздух когда будет факт тогда я вам все расскажу ждем финал твоей истории живи дальше забудь про все зачем тебе это все я не собираюсь я и собираюсь жить дальше но я буду я умерла у меня этот клиническая смерть пипец а то они наверно дай подумали да так прокатит нормально оттуда все у нас все равно мертвая как буф бля для вас что бородина богиня бля обычная мандаст нт серьезный муж не смешите такие как она по торговым центром телек телок снимает серьезный муж который снимает влоги это вообще пизда это самое серьезное что может быть она на пять тысяч тебе еще скажет кто ты и зачем почему ты игноришь как она тебя оскорбила она обзвала меня шлюхой на это было на шоу бородина против бузовой потом также она еще повторно выложила у себя на странице пост подтверждая о том что еще раз говоря о том что я шлюха потом она еще прокомментировала позиас которую она пипец как любит а потом она моя девочка ребят у нас есть все все доказательства того есть все скрины и все аудиозаписи поэтому но я просто представляю сколько аксении нужно потратить будет денег а еще мразью помнишь где она мне маразин звала тоже это есть она тебя не обзывала я смотрела эфир очень жаль зайдите к ней еще пост почитайте ну так если она меня не обзывала то криво смотрела тоню она на пять тысяч административного штрафа тебе еще все скажет нет ребята ее оскорбление мое заявление не административное правонарушение а уголовное сейчас найду нарезку эфира много кто тебя шлюха называет в социальных сетях почему только бородина заявили на бородину потому что с бородина это сказала все это подхватили когда бородина понесет ответственность ответственность понесут и все остальные кто мне здесь пишет ребят поверьте мне им ведь же платят чтобы они себя так вели с людьми а вот бородина и без денег может блять оскорблять каждого что и происходит просто поверьте помимо меня бородина очень многих на телепроекте оскорбляет унижает и просто никто наверное не знает законов или да кстати ребят мне такое ощущение что вы тоже работаете на тнт потому что бородина приходит на тнт и рассказываешь типа бойтесь меня у меня муж серьезный это же наверно она вам тоже такое рассказала да но не боятся сейчас вдруг мне напишут и муж серьезный потом лов как запишут вообще таки сам в москву переедет я с тобой согласна она говорит правду люди которые орут черт чертова заплатит признают что в этой стране не все делается за взятку а это уже отдельная тема и отдельное разбирательство совершенно верно можно также подать сейчас написать заявление на этого участкового о том что он скорее всего взял взятку вы абсолютно правы деньги есть в бородиной крутая и все можно никто не хочет скорее всего уходить и иметь дело потому что перестанут платить продажный пиздец как зовут твою сестру ее зовут солнце в общем ребят ситуация вы уже знаете я вам ее прояснила у меня надо готовила бутерброды извините я не могу просто понимаете удержаться я вас всех люблю до скорой связи буду держать вас в курсе завтра тоже должны быть новости потому что завтра я еду к участковому забирать отказной и дальше ехать к прокурору непосредственно вот тогда будет прямой эфир завтра я вам Вика знают как тебя зовут видишь приятного аппетита спасибо меня так не зовут меня зовут солнце так ты правильно все делаешь у всех горит потому что ты одна такая спасибо вам большое все ребят я вас очень очень люблю вам всем спасибо большое за поддержку все кто рядом со мной мы победим мы силам все пока пока